Дорогие друзья! Всем большой привет из Швейцарии и добро пожаловать на канал «Моя Родина Земля». Эти кадры я сняла осенью 21 года, они немного полежали на полке, но не успели запылиться, и я решила, что такую красоту просто грех от вас утаивать. Поэтому я приглашаю вас на северо-восток Швейцарии в кантон Апенцель. По традиции, инициатором этой вылазки был Вернер. Тем, кто еще с ним не знаком, я рекомендую посмотреть мои ранние видео. Ссылки я оставлю под этим видео. Благодаря Вернеру мы с вами увидели уже очень много удивительных уголков этой альпийской страны. Апенцель – это кантон-матрешка. Он полностью окружен другим кантоном Сандгален. В центре кантона находится полукантон Иннерроден. А его, в свою очередь, окружает полукантон Аусерроден. Апенцель – это единственный регион, куда не ходят поезда федеральной транспортной компании СББ. Вот поэтому из Цюриха на общественном транспорте сюда приходится добираться довольно долго. В конце 16 века из-за религиозных разногласий кантон разделился на два полукантона – католики и протестанты. Все прошло мирно, хотя последствия ощущаются до сих пор. Еще каких-то 30 лет назад было невозможно представить свадьбу молодых из разделившихся частей кантона. Считается, что жители кантона Апенцель – самые низкорослые. По этому поводу у швейцарцев есть шутка. Они говорят, Апенцель – это единственный кантон, где человеку для того, чтобы собрать клубнику, нужна лестница. На ланч взяли рёсти – финальное швейцарское блюдо. Вернер посоветовал, сказал, что вкуснее рёсти он нигде не ел. Если к рёсти еще и вот такой вот роскошный вид, то как на седьмом небе. Вернер рёсти с яичницей и салатик. Здесь местное пиво с индийским акцентом. Правда, здесь очень свежо. После Италии вообще просто Сибирь. Очень вкусный был ланч в этом ресторанчике. Но это не только ресторан, это и маленький отель – волшебное место. Был большой сюрприз. После вкусного обеда нужно поразмяться и подняться наверх, как говорит Вернер, по очень уютной дороге. Но вот на самую ту верхушечку между… Как седло выглядит оно. Попробуем прогуляться. Очень уютно. Здесь можно купить альпийский сыр. Апенцель известен своими сырами. Существует три основных типа апенцельских сыров. Классический – возраст от 3 до 4 месяцев. И более солидные сыры – в возрасте от 4 до 6 месяцев и от 6 месяцев и старше. На сегодняшний день 75 сыроварен производят этот сыр. Рецепт, конечно же, хранится в секрете. Известно лишь, что уникальная пряность придается этому сыру благодаря специальному рассолу из горных трав. Я уже выбилась из сил, а Вернер идет руки в брюки. Но он у нас тренированный. Каждый день он ходит минимум час. С утра пораньше. Это была шутка Вернера. Оказывается, нам надо дальше карабкаться наверх. Апенцель – один из последних кантонов, где по сей день сохранилась прямая демократия, возможная только в небольших районах. Раз в год, в последнее воскресенье апреля, избиратели собираются на открытом воздухе, чтобы избрать правительство, суды и принять решения по законам и важным вопросам. Собрание на площади знаменито на всю Швейцарию. Пожалуй, надо и мне внести эту дату в календарь 22 года и хоть раз в жизни побывать в Апенцель в этот знаменательный день. Кстати, и сама процедура голосования, и время проведения не меняются уже более шести веков. Тайна выборов здесь отсутствует. Каждый имеет право на свое мнение. Традиционно на выборы мужчины берут саблю, которую им дарят на 18-летие, новую или передают по наследству от дедов, прадедов. Интересно, что Апенцель прославился как последний оплот патриархата. Женщины участвуют в выборах лишь с 1991 года. И то только потому, что так решил высший суд Швейцарии. Редактор субтитров А.Семкин Вернер всю дорогу обещает, что будет ровная тропа, но не тут-то было, все время куда-то надо подниматься. Апенцель – это земля фермеров и ремесленников. В XIX веке кантон прославился своими вышивками на ткани на весь мир. В течение столетия тысячи вышивальщиц Апенцеля работали на дому для текстильных фабрик ближайшего кантона Сант-Галлен. Ручная вышивка процветала здесь вплоть до середины XX века, поэтому работы местных специалистов все еще ценятся весьма высоко. Надеюсь, фуникулер работает, чтобы спуститься в долину, на фуникулёре было бы гораздо удобнее. Вертолёт завис. Вход на фуникулёр. Ну вот тут». Корректор А.Кулаковаakatин. Следующий. А.Кулаковаакова. Более ста лет назад здесь был изобретён знаменитый швейцарский горький ликёр Appenzeller Alpenbitter. Ликёр состоит из 42 трав и специй, и с тех пор изготавливается практически по одному и тому же рецепту. По сей день Appenzeller Alpenbitter является чисто семейным бизнесом. На данный момент секретным рецептом ликёра Alpenbitter владеют два представителя этой семьи. Известно лишь, что в составе есть корень горячавки, можжевельник, анис и листья перечной мяты. Выглядит здание фуникулёра очень современно. А это, похоже, перед нами шотландские коровы расы Highlander. Говорят, что они очень стойкие, находят еду и под снегом, и под камнями, не болеют и прекрасно себя чувствуют в любую погоду. Наконец приближается наш автобус. Опоздал на две минуты. Вернер говорит, это уже почти как в Индии. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И если вы желаете поддержать развитие и процветание канала Моя Родина Земля, пожалуйста, подписывайтесь. Те, кто ещё не подписался, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь видео с вашими родными и близкими, и друзьями. А уже в следующем видео мы отправимся с вами в нелёгкий путь на самую высокую гору восточной Швейцарии Сентис, в путь, который даже мне, опытной и бесстрашенной путешественнице, местами казался жестью. Итак, друзья, до самых скорых встреч на Сентисе, и будьте здоровы, и будьте счастливы. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!